Глава Одинцовского района Андрей Иванов и первый заместитель Мособлдумы Лариса Лазутина посетили два социально значимых объекта, которые вызывают наибольшую беспокоенность местных жителей в соцсетях. Инспекция началась с Назарьевской начальной школы. Сейчас на объекте проводится инструментальный и технический контроль. Андрей Иванов осмотрел прилегающую к школе территорию, внутренние помещения, оценил состояние крыши и несущих конструкций. Он дал поручение составить четкое техническое задание для проведения ремонта. На всякий случай поднялся сам на крышу, посмотрел своими глазами. Я не эксперт, не профессиональная организация, уверен, что это все будет в отчете. Крыша требует капитального ремонта. Это однозначно. И как только 19 числа, по-моему, они нам представят этот отчет, мы, во-первых, его покажем нашим родителям, нашей общественности. Мы можем и готовы пригласить на обсуждение этого отчета. Глава муниципалитета подчеркнул, что здание Назарьевской начальной школы отремонтируют 1 сентября. Кроме того, в ходе инспекции Андрей Иванов осмотрел территорию для предполагаемого строительства нового образовательного учреждения. Мы сейчас занимаемся объединением земельных участков для того, чтобы соответствовать стандартам для попадания в программу Московской области образования в Подмосковье на софинансирование строительства. Планируем в этом году и объединить земельные участки, и проектироваться, и зайти в экспертизу по новому зданию школы. Также в рамках рабочей поездки Андрей Иванов посетил Перхушковскую школу. Это одноэтажное здание 1910 года постройки. В ней учатся 150 детей. Образовательное учреждение не прекращало свою работу даже в годы Великой Отечественной войны. В 2013-м здесь отремонтировали крышу, обновили фасад, поставили пластиковые окна, заменили освещение, установили новую систему отопления. Единственный минус школы – нет спортивного зала. Но и этот вопрос глава района пообещал решить в ближайшее время. В школе, как отметили участники инспекции, своя особая атмосфера. У школы замечательный педагогический коллектив, замечательная атмосфера. Это видно и по тем классам, и по чистоте, и по убранству. Здание мы, скорее всего, трогать не будем, а вот с благоустройством в ближайшее время поработаем и создадим детям возможность здесь заниматься на улице спортом. Возможно, не только на улице, если будет принято решение о какой-то пристройке или на конструктивном объекте под занятие спорта с последними технологиями, в том числе те, которые надуваются воздухом и не требуют разрешения на капитальное строительство. Это можно сделать быстро. В дальнейшем на территории Перхушковской школы планируется построить новое образовательное учреждение на 275 мест. Об этом главу просили родители школьников. Сейчас районные власти ведут переговоры с Комитетом лесного хозяйства о передаче в муниципальную собственность земельного участка под строительство. Как вы видите, школа, конечно, старая, такое маленькое здание сельской школы. На самом деле родители давно и очень много и пишут, и обращаются по поводу того, чтобы была построена новая школа. Есть тоже определенные вопросы, есть определенные проблемы, поэтому сегодня тоже будем это обсуждать и находить какие-то варианты решения. Также в ходе инспекции было принято решение о расширении площадки для остановки автобусов, создании разворотного кольца, а также об установке ограждений возле железнодорожных путей. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.